Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что ты лыбишься? Да, мой участок? Ни хрена себе тут обрывы, реально! Ребята, суть в том, что куда мы едем, мы сами не знаем. Беги, долб**! Идем ты на дерево, пацаны. Да, ну да. Залезьте, пацаны. Кабло их тут 5-6. 5-6? Всем привет, ребята! Сегодня мы находимся, как всегда, в Сочи. У нас 17 градусов тепла. Так что сегодня будет пушечная покатушка. С вами, как всегда, я, Самуил Пащан, Артур, Давид. И мы начинаем эту топовую покатушку. Погнали! Можно прокомментировать данную ситуацию? Мы будем сейчас кататься. Как вам это вообще все в общем, если взять в общем? С кайфом в цвет. А у вас какой диагноз? С кайфом в цвет. Так, UCF стоял достаточно долго. Сейчас мы его заводим и стартуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, ребята, мы сюда поднимались зимой. Кто помнит этот выпуск, кто бы просто зимой очень круто покатались. Один день у нас всего лишь зимой был, ребята, и мы им воспользовались просто на полную. Катались вон на той горе, вот на этой. Кстати, тут недавно был пожар, сейчас мы поедем, будем кататься на пепле, ребята. Но гора выглядит очень эпично, как будто извержение вулкана там когда-то произошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, 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 какие тут камни. Я все убрали, я х***ю! Теперь я буду больше газа нажимать, я же говорил, стоит сюда приехать, брат, смотри, мы просто, знаешь, как в этом король лев что-то такое, короче, напоминает, понял? Да, да, когда у меня начал гореть. Да, когда у меня все горело, пожар, вот, прикольно, короче. Блё, братан, реально, чекай, прикинь, улететь туда, это вообще кипец, короче. Давай, брат, давай! Всё, поднимемся, нормально будет? Ловить поднялся. По маслу, по маслу, по маслу, вдруг он застрянет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Лови, лови! Давай, Артур! Блин! Так, смотри, вот так надо положить и пойти Артуру реально помочь. Я не думал, что это настолько трудно будет. Я не снял! У меня камера выключена была. Ладно, ребят, извините, но он, короче, нормально поднялся. Особо ничего интересного не случилось. Чё, как тебе, малое падение, пластик сломал? Ну, всего лишь крыло оторвалось. Он просто жалеет мотоцикл свой очень сильно. Но это правильно, но... Ну, сейчас нужно было нажимать. Сейчас взять его на первую отсечку вообще-то. У тебя первый очень короткий. У меня и второй очень короткий. Блин, мотоцикл даже никуда не убежал, ребят, я думал, он убежит. Мне придётся ещё раз заехать. Давай друг за другом! Брат! Сука! У меня глядь в рот твоя попала от твоего колеса. У меня в рот глядь вот так залетает, я вот так... Просто выплёвываю её и дальше еду. Короче, даже очки не помогают от грязи в рот. Теперь что мне сейчас делать? Давид остановился, я тут застрял. Спасибо, братан! Настоящий друг! Блин, уклон! Жестоко! Сука, что надо повернуть? Короче, ребята, мы переместились на вот те вот эндуро подъёмчики, которые были в прошлом выпуске. Тут Артура мы учили залетать туда, сюда... Нет, сюда не учили, только туда. Сейчас вот здесь покатаемся. Я тоже в этот раз хочу вон туда позаезжать. Потому что Давид сутра споднялся, а я не смог подняться, потому что я не был к этому готов, я не был в экипировке и в нормальной одежде. Сейчас я, как всегда, в моих любимых серых штанах и ничего нам не должно помешать, да, пацаны? Да. Ну поехали валить, что мы тогда разговариваем? Давай, куда? А, ты тоже будешь пробовать на большую? Ты, если готов, пробуй, я не знаю, сам сходу. Я сам ещё не пробовал. Короче, я первый. Чуть-чуть получилось. Ребята, если что, я про 17 градусов не пошутил. У нас реально сегодня 17 градусов. Под солнцем, наверное, даже все 20. Мы все потные, хотя ничего особого даже не делали. Просто катаемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорош! Артур лучше всех заехал, клянусь, ребята. Просто и лучше меня, и лучше Давида. Я тебя реально поздравляю, это Level Up. Пацаны, вы смотрели прошлый выпуск с Артуром. Вот просто после прошлого выпуска он больше так не очкует. Не, ну... Он и раньше не очкал, но сейчас он более уверенный, короче, да? Да, клянусь, это после этого видео я так уверенным стал. Ну как уверенным? Не сумасшедше уверенным. Я делаю по уму всё, но я имею в виду... Ну вы поняли меня. Даже я не понял, надеюсь, они поняли. Теперь у нас этот подъём, ребята. Давид, я так понял, его вот так поднимаешься, едешь наверх, и на вон те уже заезжаешь, да? Нет, братан, тут на этой горе импровизация. Тут, короче, как тебя... Вот разгонка, как тебя повернёт, туда едешь, короче. Да, я понял ситуацию. Артур, ты будешь рисковать? Не знаю, но сейчас посмотрю, как он заедет, потом посмотрю. Я стопудово буду, ребята, я сегодня экипирован, просто готов кататься и гасить. Так что, я могу даже первым поехать. Хотя первому не знаю. Кто первый, я или ты? Ты. Давай я сюда вот первый поехал, сейчас ты туда первый. Или ты первый? Нет, нет. Ну, в принципе, реально, я могу первый поехать. Давай. Хотите первый поехать? Да, ты никогда первый просто не ездил. Никогда первый не ездил, сегодня я всегда первый езду. Традиции, короче, не нарушаем. Самую хвать снимать моей козятки тут. Короче, я поехал. Давид опять первый ездит, он меня не пускает. Отмечаем, ребята. Чур я второй. Пацаны, я это сделал, я заехал. Ни хрена вы маленькие. Сейчас я для тебя поставлю частное солнце, ты не умничай мне много. Ты не умничай, а ты же поумничаешь мне, ты поглядай на него. Все во всем у вас поняли. Ты предоставь документ, что я тебе разрешу здесь кататься. Ты мне предоставь, что я тебе разрешу на своем участке кататься. Что ты лыбишься, да, мой участок? А что вы на меня включите? Да ничего, не надо надо мной смеяться. Я не смеюсь, я не поставлю. И не надо прикалываться, я бы сейчас должна... Я оба не перебивал. И что, я должна знак стать для тебя, что это моя собственность, я тебе буду знак ставить, катайся. Ну, говорите, можно мне сейчас подойти сказать? Тебе я сказала по-русски, ты еще смеешься, поставь знак. Для кого я буду ставить? Для тебя? Тут написано, никто не проговорил, что здесь нельзя кататься. А ты не видишь, земля почищенная? Не для тебя ведь, не надо ездить, не надо ездить, не мотаться. Ну все, мы поняли, не надо ругаться. Не надо ругаться, мы поняли, сказали. Что ты такой агрессивный? Вот если ребята вас в селе тоже не будут пускать кататься, я не понимаю, что делать. Ну все, сказала женщина, их участок и все хорошо. Что нам теперь заезжать туда что-то? Поедем в другое место. Все, братцы, едем сюда? Погнали! Погнали! Да, братцы! Стой, не бухнули вообще! А уже прощ invitation! Коньим пацанами по лесочкам! Заводясь крутое место Бляха муха Ребята, мы сюда поднимались, когда первый раз катались на Давиду питбайке Не на этом, на Микелоне его белом Это в натуре первый лес, мы Давиду поехали, купили питбайк, сняли про это выпуск Я не помню, в этом выпуске или в следующем В следующем выпуске Мы сразу приехали в этот лес кататься Давид, тут вообще у меня еще есть видео, ребята Там, где он вообще не может еще ездить, короче, вот сюда вот ехал Я там стоял, его ждал, смотрел, ноги опустил такой и едет за мной такой, короче Вообще по кайфу, короче Сколько я рассказал, короче, раз 15 сказал? Да Это нормально, короче, давайте дальше, короче Братан, какой тут вид Все, ребята, как вам такие покатушки? Пишите в комментариях, нравится или нет Если нравится, то будем почаще снимать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Небольшая преграда Тут небольшой обрыв И там небольшой обрыв Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Настоящая эндуро, ребята Даже бревна есть И какашка Ох, нихрена Аккуратно, меч Я тебе говорю, аккуратно, меч Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, суть в том, что куда мы едем Мы сами не знаем Ни хрена себе тут обрывы, реально Все, куда ты нас привел? В общем, ребята, мы доехали в какое-то непонятное место Вот здесь кончается дорога Дальше начинаются тропинки Мы сейчас минут 10-15 там гуляли Посмотрели, все разведывали Тут даже ловит сеть Мы по гугл-картам посмотрели, где мы примерно находимся И сделали вывод, что лучше сейчас поехать обратно Не рисковать, тем более темнеет А у Давида нету фары Еще один повод в том, что мы вспомнили, что в этих лесах Вон тот буйвол за нами и бежал Сейчас мы с пацанами чуть-чуть друг другу страшные истории Порассказывали, типа, пацаны А вдруг сейчас буйвол выскочит, пацаны А там буйвол, ой, буйвол И, короче, мы все в итоге обосрались, как собаки Сейчас будем ехать домой Самуил уже себе дерево убирал, короче, пока мы сюда шли Из-под горы Ну, конечно, я иду, они говорят, а сейчас буйвол есть, типа, вон там А я такой смотрю, думаю, на какое дерево я буду залезать Умножу, ребята У тебя пластик оторвался, Артур У тебя пластик висит Артурик, беги! Где шакалы? За шакалом? За Артуром? За шакалом? За Артуром? Да Клянусь, скажи, далбу Идемте Идемте Пацаны Пацаны, идемте Пацаны Даву, ты клянешься? Маму, я говорю, бля буду всем, кто имею Маму, да Залезьте, пацаны Здравствуйте Отдышка припевшая Я испугался, думал, буйвол Там было их что-то пять, шесть Пять, шесть? Нам, баму, еб** Бля, пацаны Сзади еще деревья есть, посмотрите Один большой паралайн И фонариком нет Вон они Это собаки или шакалы? Что это? Пошел, вот я не понимаю это пошел они в лес убежать в лес убегать это собаки или шакалы я не понимаю клюнуть собаки будет просто одна светлая какие палки а чё ты будешь здесь уносить я не слышал я видел как вы убегаете а думал давайте с этих пор серьезно мама если кто-то бежит да и ты говоришь звук их будет отгонять но при этом они на звук прибежали я что ли звонить кому-то будет с ружьями приходит сеть есть все есть зарядки есть пацаны просто понимаете как это непонятные шакалы штук 5-6 мы на дереве там лежат пидбаки я краник не закрылся может бензин вытечь у меня 15 процентов на gopro фонарика нет и стемнело теперь этих шакалов даже не видно нигде что делать вдруг это какие-то собаки собаки одичавшими просто убежали кто это тот раз мы помнишь щенков подобрали вдруг это подобные какие-то щенки по тому что делать я не знаю давид предлагать спускаться короче позвонили родителям охотникам наш они сказали скорее всего это собаки потому что шакал это дикая вещь она бы не подошла на сум или к мотоциклам вообще в общем сейчас на свой страх и риск короче слазим и едем обратно у меня бензин надеюсь весь не вылился пацану у меня бензин вылился достаточно много походу да у меня все в бензине нужно аккуратно есть и есть и есть и есть и блять вот нам на встречу по ходу приехали ладись у нас нормального света даже нет это было хорошее путешествие давид без света он суровый мы съехали на дорогу ребята вот она кайф братан был на самом деле самое страшное знаешь что то мы точно не знали что это такое или шакалы или собаки или волки маленьких кто это чё ребята как вы видите мы живы целы здоровы чё как вам путешествие нормально нет а тебе страшно было нет очень вообще не страшно не вообще испугались нет а посрался короче мы очень сильно в этот вечер испугались ребята давайте чуть расскажу как все это произошло потому что камеру я включил не сразу в общем там была небольшая горочка первый проехал давид второй проехал я третьим ехал артур он чуть-чуть там застрял пока мы парковали питбайки вот мы уже заехали на эту горочку парковали питбайки спускались к нему давид заметил что сзади к нему бежит 5-6 каких-то непонятных существ короче там похожих на шакалов он начал очень сильно кричать но вот этот вот мудак не поверил что за ним реально кто-то бежит да ты сам вы сами меня пранковали то что медведь там замуж а что он серьезно кричал что он не сделал я как будто мы все ребята договорились больше не будем говорить о ранговаре короче ребят мы кричим только тогда когда серьезно опасно чтобы больше такого не было да то как кошкин дом короче получилось мы кричим то что за ним бегут кто-то мы на чем мы начинаем убегать уже добегаем до дерева артур до сих пор просто не верит он реально не верит потом когда они уже вышли он увидел он обосрался больше всех по моему на этом дереве кстати еще извините за качество видео потому что я максимально выкрутил настройки как только можно было в монтаже чтобы хоть что-то было видно потому что когда я монтировал было видно просто ночь ребята было видно только чуть-чуть синее небо и ночь gopro вообще в темноте плохо снимает на iphone еле-еле как-то в ночной режим сфоткал этих животных чтобы вы нам поверили а то сейчас скажите какую-то херню сняли блины просто так там что-то выдумали убегали еще кстати после экспертизы показали моему опытному отцу охотнику который во всем этом разбирается скажу почему это не были шакалы дикое животное никогда в жизни не подойдет к человеку особенно в наших краях потому что у нас леса богатый тут так полно еды и если это будет где-то наверное на севере там где будет зима нечего будет кушать то тогда еще может что-то будет типа на человека нападать а в наших условиях это бывает крайне редко вообще невозможно в принципе это сделать ну типа чтобы животное нападало на человека поэтому то что это дикое животное там шакалы полчата маленькая то сразу отпадает это скорее всего были одичавшие собаки там где мы находились на этой горе снизу слева там есть дачи заброшенные в этих дачах когда-то кто-то жил и скорее всего это их собаки которые там не знаю хозяева там может умерли еще что-то просто не приезжают это их одичавшие собаки ребята они бегают по лесу ищут тебе и там всякую еду пацан я правильно говорю это наверное самая достоверная версия то что-то одичавшие собаки я отцу тоже показал фотографии он говорит да это собаки типа потом показал эти фотографии своему старшему брату он сказал что одичавшие собаки на самом деле это страшнее чем шакалы потому что шакалы не подойдут к тебе одичавшие собаки они бывшем как бы контактировали с человеком и они не боятся людей они могут полноценно типа и напасть на тебя и там что-то чинить короче себя вред так что правильно и мы сделали что спрятались на этом дереве но не спрятались а залезли так что хочется сказать ребята под конец обязательно поддержите этот видос лайком давайте наберем 5000 лайков просто за такой пушечный контент мы обосрались по полной программе думаю вы тоже когда смотрели это видео ну конечно может если среди вас есть какие-то охотники вам было насрать вы смотрите думаете чё эти дурачки вообще на дерево на дерево залезли чё они там испугались а такие простые пацаны как мы наверное тоже обосрались каким и короче в общем ребята ваши комментарии показывал моментально если также хотите попасть пишите любой комментарий рандомный и попадаете в следующее видео так что пацаны что им пожелаем счастья здоровья и поменьше встречать таких существ в лесу все ребят мы целы здорово видосы будут выходить погнали мы греться домой а то пару дней назад было 17 градусов а сегодня градусов 8 все ставим лайки подписываемся на канал включаем колокольчик у нас проходит иногда стримы собираем на пидбайк проект также подписываемся на инстаграм потому что как все это только случилось я сразу это выложил в инстаграм они на youtube потому что на youtube это занимает много времени я сразу выложил в историю в инсту и пацаны были в шоке типа там фотка этих шакалов короче они такие чё это чего в лесу застряли такой дальше нормально уже выехали так что больше информации в инстаграме с вами был самый упощен артур который никому не верит и давид паникер сейчас я его убью знаете почему он короче раз гумарии здесь километров 11 позвал сюда чтобы я сказал три предложения на камеру контент требует жертв ребят это было небольшое интервью все всем спасибо за просмотр всем пока скоро увидимся